вот как все начиналось попался мне руки по тип путеводитель по крыму 59 года открыта вертолетная линия симферополь ялта продолжительность полета 25 минут стоимость билета 50 рублей внимательно изучил карту курортов и лечебных местностей крыма мы все-таки остановились сегодня на ялте естественно и в самом городе очень много разных достопримечательностей архитектурных исторических зданий ялта широко известна в ссср и за его пределами социалистическая здравница город расположен в центре южного берега крыма на склонах живописного горного амфитеатра вот сегодня мы и отправимся в этот живописный горный амфитеатр дорогие друзья мы сегодня совершим путешествие по хребту кизил кая кизил красный кая скала то есть это верхняя точка даст бог поднимется до турла кая это будет скала которая кажется нависает пирамидой над ялтой такая треугольная со стороны ялт на самом деле это хребет который тянется с плато в юго-восточном направлении к городу виды конечно открываются но обо всем по порядку шиповника просто немерено переходим на половину пересохшую реку кизил уже сыпется просто вот и бабу корыто последняя вода на сегодняшнем пути такой затяжной подъем высота уже свыше 600 метров над уровнем моря естественно температура уже ощущается чем выше тем температура ниже открывается видно ущелье люка вход в ущелье люка вдали джады брун при подъеме шел раздевался теперь начинаю одеваться ветер все-таки задувает чувствуется здесь уже чувствуется настоящая осень в городе больше к вечеру она чувствуется а здесь вот с утра конечно крайне непривычно что резко так температура падает вроде все так хорошо все чудесно но сразу встает очень холодно с этой скалы открывается шикарнейший вид на побережье внизу раскинулась ялта вот они первые признаки осени листва меняет свой цвет внизу это еще незаметно здесь уже полным ходом все идет конечно погодка после того что было вот несколько дней дождь слякоть холод сегодня просто исключительная погода никитский хребет впереди вот сглазил называется перехвалил солнце я вот видно с севера уже начинает натягивать сегодня в принципе синоптики так и прогнозировали погоду не солнечно но дождя нет это слава богу начинает открываться уже вершины хребет баланын к с и за ним никитский хребет и вот такие вот облака начинают уже собираться и тут оборачиваюсь назад и произношу ходе ей все-таки с севера до тянет такое аж темно шаг за шагом движемся по сказочному горному лесу думал сегодня будет путешествие по мрачной холодной дикой природе но вот начало пока такое не мрачное просвечивается скалы и вот здесь уже видна осень очень даже яркая осень так начинается именно дикие места во всю цветет скумпия здесь погода меняется на глазах но это горы так вот по нехоженным местам там где нет труб когда идешь впервые ощущение первооткрывать а когда идешь в следующий раз ощущение знающего конечно это освещение восприятие абсолютно разное когда это все в тени пасмурную в туманную погоду и ветер такой наскоками то есть то то затишье с начала пути я уже 7 раз раздевался одевался набор высоты хоть и плавно идет но все это так резко открывается облака такие огромные они кажется и не движутся но тем не менее вот так вот наползет и удерживается солнце скоро виды будут открываться на ну не на 360 это надо на турлу кая подняться вот но здесь как минимум на 180 будет сейчас хотя уже ухты сокол и 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 как я не пойду здесь под скальником можно перейти на ту сторону как минимум я так думаю с той стороны заходил но на эту не передвинулся вопрос времени когда это произойдет молчу по моему здесь комментировать ну просто не невозможно здесь просто смотреть и наслаждаться дальше будет в разы в разы смотреть здесь у меня вот вырвалась ой-ой-ой-ой какая красота ну действительно просто захватывает дух на высоте не только скумпия меняет цвет вот здесь уже у нас все меняется прямо таки на глазах вырисовывается полная картина ущелья кучкоз в верхних верхней ее части на выходе на плато но само ущелье закрывает хребет баллонын каясы поэтому отсюда его видно только верхнюю часть но зато можно проследить как это все происходит ой как красиво здесь надо такая вот погода выдалась нам туда дальше выше и выше ну вот туда Ну туда за туда, потому как эта скала закрывает ту, которая еще выше. Да, конечно, виды отсюда открываются. Ай-яй-яй-яй. Красота. Красиве, я знаю. Мы находимся на высоте 800 метров над уровнем моря. Вот такая игра теней. И здесь солнечно, буквально несколько десятков метров вперед. Кажется, что там сейчас дождь пойдет. Такие монументальные погибшие деревья встречаются. На пути упираются в небо. Что ожидать от погоды, непонятно. То затянет, то растянет. Вот опять солнце. Ну, в общем, красиво. Все хорошо, все чудесно. Идем выше. Высота всего лишь 800 метров над уровнем моря. Но за счет вот этих вот впадин между хребтами создается впечатление такой более глобальной картины. Так вот отсюда, когда смотрим, понимаем, что ущелье Люка, вот скала Люка остается там внизу, получается. В углу ущелья. И то впечатление, что казалось, выйти можно довольно-таки безнапряжно. Вот отсюда видно, что нет, там все-таки... Ого-го! Надо было бы приложить усилий. Раньше, по незнанию, я думал, что вот эта вот скала Люка, на самом же деле Люка, получается, ниже в глубине ущелья. Конечно, видосы! Джады Бурун напротив, красиво! Никитский хребет уже накрывает облаками. Облака упали. Идем дальше. Смотрю, как там тучи наползают с Никитского хребта, движутся в западном направлении, на Джады Бурун находят. А впереди-то какие тучи надо мной! Ай, красота! Вот даже ромашка на такой высоте, и до сих пор такая красавица, солнышко улыбается. Ну вот, погодка побаловала солнышком. Вполне возможно, что на сегодня это и достаточно. Вот последствия пожара, когда-то здесь бушевавшего, столько уничтожил деревьев этот пожар. Все-таки с востока теперь облачность, где-то на высоте порядка 1300 метров над уровнем моря, и движется в эту сторону. Но мы уже практически поднялись на Турлу-Кая. Вот вершина прямо над нами. Остались последние рывки. Тянет, вот посмотрел. Тут меня со всех сторон окружают тучи. С юга тоже тянет. К вершине остается буквально несколько десятков метров, но похоже, уже на вершине я буду без солнца. Окончательно погода изменилась. Испортилась, не скажу. Очень даже хорошая погода. Я думал, будет намного холодней. Уже точно разок 15 переодевался. Оделся, разделся, опять оделся, разделся. И вот и дома Габи уже выглядывает за фригорком. Дальше хребет Иогров. Во всей своей красоте пошло ущелье Иогров. И буквально вот и наша вершина. Оборачиваемся назад и видим, что облачность уже достигла вершины лопата. Доходит вот только лопата еще. Вроде как в солнце. Но через минуту буквально там будет вот такой же мрак, как и по всей длине над хребтами, которые перед нами на плато. Иогров. 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 Начало осени золотой. Конечно, отсюда скалы, хребта и Иогров смотрятся абсолютно иначе, нежели с побережья. Видно всю их действительно опасность и глобализм. И вот он, триангуляционный знак на вершине Турла-Кая. Вершина Турла-Кая. Высота более тысячи метров над уровнем моря. Виды, конечно, комментировать здесь что-либо сложно. Комментировать крайне сложно, поскольку виды открываются вот здесь на 360 градусов. В какую бы точку вы ни смотрели, везде красиво, везде неповторимо. Оставайтесь на канале, путешествуйте в своем месте. Я думаю, будет много интересного. Спасибо. 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 Спасибо.